Всем привет, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на обзоре варкапа под номером 227. Следующий у нас именно такой. И, в общем-то, давайте начнем. Демок очень много, поэтому не будем затягивать. Посмотрим карту и сразу же перейдем к демкам. В общем-то, что мы видим? Мы появляемся. Сразу у нас Руинет, он же автор, определяет зону старта. И это очень хорошая привычка. Я думаю, что было бы неплохо делать такое всем. Видим мы, что есть наклонные определенные, но до них никак не добраться. В общем-то, давайте посмотрим. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Пока что все прямо. Есть у нас бортики, на которые уже можно забраться. Теперь с них можно забраться и на наклонные, но в этом толку особо нету. Тайм-ресет, конечно же, есть, потому что карта старая, но он не юзабелен, так как карта варкапа, поэтому... Ну, забей. Возможно, в оффлайне кто-то... Ой, в онлайне, то есть кто-то как-то даже и... Использовал тайм-ресет, но это не точно. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Пару поворотов. Интересные двери стандартные, ничего не открывается. Чекпоинт поставлен хорошо. Здесь у нас тоже развилка к двери. Тут везде можно упасть. Падать не стоит, потому что мы не выберемся. Небольшой полет вниз. Большая очень площадь, видим мы, что наверху какой-то мостик. До туда, наверное, тоже как-то можно добраться. Пара поворотов. Вот здесь, кстати, после вот этой рампы, как раз-таки вот эти выступы, они могут и помочь в какой-то степени, потому что вы не... при большой скорости, вы можете не успеть повернуть здесь. Поэтому, благодаря вот этим вот как раз, так скажем так, вырезам, у вас побольше дистанция, на которую вы можете повернуть. Да, вот он мостик, по которому мы можем прыгать, с которым мы можем, кстати говоря, и упасть. Но это делать мы этого, конечно же, не будем. Еще дверь, которая не открывается. Небольшой косячок здесь. Не учел он немножко, да? Надо было вот здесь закрыть стеной тоже, с этой стороны. Он не закрыл. Такое происходит, когда... Когда Скай просто вот так натянут. Можно было его поделить надвое, наверное, и закрыть с этой стороны стеной тоже, но... Как-то вот он... Ну, маппинг старый, поэтому не стоит вообще абсолютно прикапываться. И вот к этим тоже делам не стоит абсолютно прикапываться, но... Не знаю, Димону бы явно не понравилось. Вот это вот, вот это что? Ладно. Нет, в любом случае, геймплей просто отличный. Так, и видим мы вот этот бортик, который, возможно, иногда нам будет мешать. Почему-то работающий сломанный вентилятор. Очень интересно. Падаем здесь вниз на рампу. Еще-еще много вентиляторов. И поворот налево. Падаем мы в какие-то катакомбы небольшие. И, собственно, пару поворотов и финиш. И есть здесь... О, смотри, Димон, 69 хп. Есть здесь пасхалка, но придется ее заново. Давайте я попробую вспомнить, где она и попробую до нее добраться. Но если не получится, мы перейдем к демкам, потому что демок очень много. Я постараюсь быстро достаточно, чтобы никого не задерживать. Как бы про каждую демочку рассказать, что что увижу. Но заострять что-то прям сильное внимание. Постараюсь этого не делать, потому что действительно много демок. Так. Здесь как-то... Как будто бы куда-то надо... Лампочки сюда, что ли? Или в ту сторону? Ну ладно. Не суть. Кто захочет, знайте. Вот в том месте где-то пасхалка. И обязательно, кому интересно, посмотрите. Она вот достаточно забавная. Ну давайте. Так. Давайте. Перейдем сразу к демкам, потому что демок реально очень много. В угу 319 демок, насколько помню. И утопку 57.6. Сразу же и начнем. Утопку из Сарова, который учится в Казани. Очень классный челик. Очень позитивный. В плане, между прочим, в ново сформированном плане. AW. Который как расшифровывается? Я не знаю. Можем как угодно. Интерпретировать. И видим мы, что утопку... Во многих моментах, уже по крайней мере на старте, использовал Валстрейв. И действительно он... Валстрейв как бы гораздо проще. В этом смысле. Не нужно стараться куда-то водить. Мышка тоже халфбитом немножечко у нас утопку поворачивает. Неплохо, неплохо. Но утопку редко играет, поэтому я даже не знаю, что тут... Грубо говоря, прокомментировать. Так как человек редко играет, какие-то укрёки ему кидать. То, что типа чат... А вон, походу, там было слева. Пасхалка. Типа, чё так стрейфишь? Плохо. Ну он не играет. Ну а чё с него взять? Отправил дымку и ладно. Чицер, но ты не... Понятно, понятно утопку. Всё с тобой ясно. Геймрог перебил утопку на 200. Так, так, так. Чё ты рисует? Так. Угу, угу. Так. М. Ага. М. 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 Что это? Может быть. Мистер Белорус. Я не знаю. Типа у него как будто есть рокет. Короче, он как отстреливается. Тудынь, тудынь. Тудынь, тудынь. Не знаю, как это мемная демка, судя по всему. Но прошёл на 200. Но, кстати, кстати говоря, он, видимо, где-то очень сильно загнётся, потому что разница с утопкой у них всего 200. А, ну фигней страдает. Ну, блин, ну, ну, геймрог. Ну, что такое? Забаню нафиг. Вот ведь как эти. Ставить вас нельзя ни на секунду. Только отвернёшься, сразу какой-то фигнёй страдает он. Да, вон там пасхалка слева. Кому интересно, зайдите посмотрите. Это очень, очень такая олдскульненькая пасхалка. Раньше люди, хоть, допустим, вот эту карту нельзя выделить прямо мега-дизайном, но раньше люди старались на картах делать что-нибудь прикольное. 55.1, парки-поп на 2 секунды, точнее, на одну, на полторы. Примерно. Примерно. Быстрее. Также из клана AW, AV. Так. Угу. Повернул. Ну, я думаю, про кип-попу стоит... Ну, кстати, вообще для общего развития играйте в Ику-3. Играйте в Ику-3. Это очень даже полезно. Чувствовать физику, чувствовать себя увереннее. Сигел вон зашел. Что-то Блэйд пишет. Мне кажется, Хейдес на рандоме лоб. Может быть. Ну, там можно же, по идее, залезть на вот эту... Наклонную. И с нее попробовать сломить окна старте. Что делать? Блэйд, не тупи, Блэйд. Правда. Не тупи. Да, неплохо. Неплохо. Но в целом чувствовать себя, я бы сказал, уверенно. Но, конечно, нужно стараться лучше. Хардкор тебя перебил на 300, на 200, точнее. 54,8 у него. Хардкор уже более матерый, чувак. Вот, очень хороший поворот здесь. Уже хорошо чувствует худ. Очень долго жмешь прыжок, товарищ. Прямо очень долго жмешь прыжок. Может быть, у геймрока мы бы, это отсылка к пузу? Типа, мы же там придумывали всякие иммуники. Ой-ой-ой. Ну, перезапить. Надо было перебройти. Ну, что это? Ну, что? Зачем ты тут демку отправлял? Сервер тайм 4 минуты. Ты, блин, карту второй раз, наверное, играешь. Ну, алло. 3 минуты из них кофе, наверное, себе делал. Ой, сейчас карту посмотрю. Вот такой. Смотрит карту демку отправлять. Ну, что такое, блин? Хардкор. Давай нормально, чтобы все было. Йо-ка. Так, далее. 50 секунд. Отлично. Скплумны. На 5 секунд быстрее человек прошел. Потому что просто постарался чуть лучше. Ну, ну... А, в общем-то, мы бы, может, там... Не знаю. Мармеладный брус. Мягкий борис. Не знаю. Скополаминум. Скополаминум. Это, наверное, какой-то химический элемент. Или еще что-то. Вот что-то такое. Вот что-то. Но, в целом, слушайте, проходит неплохо. Держит скорость уверенно. Даже прыжок жмет более-менее оптимально. Как бы нету такого, что слишком где-то передержал. Здесь все очень хорошо повернул. Но вот здесь, конечно, запросы надо было заранее выстраивать траекторию под эту вентиляцию. Скромел бы еще, ну, я думаю, около секунды. Ну, это грандфрейм. Здесь тоже очень много материала врезался. Ну, ладно. В целом, демка хорошая. Я думаю, здесь очень хорошо получился circle. Я думаю, что в целом... Достойная демка. Ск пламены 53. Озерол. 49,4 на секунду. Почти быстрее. Шри-ланка. Как же тебя занесло-то, брат. О, Дирол. О. О. Надо всем придумывать названия, чтобы были локальные мемы. Меня вот называют Дятлом. Это будет Дирол. У пуза слишком много имен, чтобы их заполнить. Димон там, Сям. Ну, очень хорошо идет. Посмотрите-ка. Очень, очень хорошо идет. Так, запись идет. И запись хорошо идет. Хорошо. Все идет хорошо. Ну, даже и прыжок. К прыжку не прикопаться как-то особо. Да, да. Все хорошо. Все хорошо, Озерол. Старайся лучше, брат. Если все получится, еще лучше. Вадестроер. 40, я едем. На 300 побыстрее, чем Озерол. Ну, это типа клан. Так он зад, наперед его зачем-то написал. На дестроер. Ну, давай, давай нормально. Так, так, так. Ну, тут основной минус в том, что он очень долго со стороны в сторону виляет. Он пока виляет, вот он пока меняет в сторону. Я не знаю, сколько у нас сенс может там футбольное поле на 360 сантиметров у него. Но он очень долго переставляет зоны. Точнее, ты очень долго переставляешь зоны. И на этом ты просто огромную долю скорости теряешь. Просто огроменную долю скорости. Здесь ты, конечно, типа более уверенно. Но и то, все равно, очень неоптимально. Я тебе посоветую, реально, посмотри пару туториалов по стрейфу нашей с экстеном. И ты, у тебя, возможно, будет лучше получаться. Барин, 49.0. А вот здесь вот чуть лучше чувствовать себя в зонах. Ну, очень долго жмет прыжок после самого прыжка. Типа бывает, что люди нажимают прыжок, получается, как бы в трех стадиях, грубо говоря. Ой, здесь еще не заболбажен, очень жаль. Не заскинул, спасибо. Типа люди могут нажимать много заранее прыжок и отпускать его почти сразу после прыжка. Могут примерно делить пополам, зажимать до и после прыжка. И могут зажимать после прыжка очень долго. Терять время. И вот это как раз третий случай. То, что я увидел, возможно, прямо не жестко везде. Но это очень видно. И даже по полоске акселя, по красной полоске набора скорости, видно, что очень сильно теряет на этом. Пошли дальше. Дахаки. 48,8. Писал, кажется, он в комментариях. Ты писал. Ты, Дахаки, писал. Мне, ты мне писал, ты понимаешь? Поцени, говорит. Очень большой сенс. Очень дерганно. Очень низкий сенс. Получается, большой эдер. Без разницы. А, да. Димон отмечал, что, ты, говорит, когда посмотришь, он как будто, говорит, как в таймскейле прыгает. Но я так же прыгал в это время. Ну, очень-очень высокий сенс. И либо аксель какой-то даст, но видно, что сенс больше высокий, чем аксель. Но я могу, что, я не помню конкретно, что ты писал. Что-то типа мнение о стрейфе, да, о твоем. Ну, я бы советовал, я бы, типа, я не сторонник советовать изменить сенсу, по идее. Потому что, ну, как особенно, Хокс, допустим, любит. Типа, вот, стрейфить нужно, ебать, поставить нужно, короче, чтобы у тебя, ебать, стол 3 метра был длиной. Это тебе на 180, чтобы развернуться, вот так тебе надо сенс настроить. И тогда ты будешь попадать. Нет, я не сторонник такой фигни, но бывает слишком высокий сенс, который мешает тебе попадать более точно в некоторые места. Ты можешь оставить этот сенс, но тебе нужно задуматься именно над, типа, над точностью. Тебе важно, важно не быстро делать, особенно на первых порах, важно не быстро вертеть мышкой. Понятно, что быстро это тоже важно, потому что ты можешь терять скорость, пока ты поворачиваешься, вот как было у Дестроера, да. Но в этом случае, как бы, важно более точно. Пусть ты, может быть, чуть-чуть медленный наводись, но будешь более точным и будешь нормально скорость набирать. А так очень даже ничего, по прыжкам ничего не скажу. Ну, ничего плохого, как бы, не скажу. В целом, очень даже неплохо, так что старайся лучше. Слушай, по-моему, у тебя в ЦПМ еще демка есть, да? Дхаки. Да. Ну, и ЦПМ еще посмотрим и скажу тебе в итоге. 47.3. Хатхантер перебил Дхаки на полтора. На полторашечку. Глотнул. Кофе с вашего позволения. Вроде бы спалился, а может быть и нет, а может быть и да, а вот и не знаю. То есть, видишь, вот, допустим, хатхантер, у него не очень высокий сенс. Ну, по крайней мере, ниже твоего. Но, тем не менее, у него получается более точно, как бы, наводиться. Здесь понятно, что здесь сложно. Ну, блин, надо там гранд фрейм делать. Ну, хатхантер неплохо, неплохо. Растет, чувак, растет. Видно, что растет. Я помню, как он прыгал. Ой, ну, здесь за ворот можно было прям получше. Но это дало бы там, может, сотки две. Я думаю, не критично на фоне такого рана. Очень-очень даже хороший ран. Большой-большой. Молодец. Лунтик. 45.5. Ну, отослали демок, блин. Вот у Лунтика основная проблема, то, что я вижу. У него все неплохо, он отлично себя чувствует. Он и хаттайм там проходит, и все что угодно. Да, вообще, наркоман Лунтик просто красава. Это я ему говорил, и все об этом знают. Но, в плане стрейфа, вот сейчас то, что я вижу, он слишком рано начинает менять сторону. То есть ты, Лунтик, теряешь... Вот, вот он, граунд фрейм, грубо говоря, завернул и сэкономил очень много времени. Ты, Лунтик, теряешь очень много на том, что ты поворачиваешь до приземления. Тебе нужно поворачивать именно в момент нажатия прыжка. Если посмотреть туториал наш с экстеном, мы об этом очень подробно говорили, что важно менять сторону стрейфа именно в момент прыжка, потому что в момент прыжка ты набираешь минимум скорости, потому что ты жмешь прыжок. В этом вся суть стрейфа идеального. Почему боты так стрейфят классно? Потому что они быстро переставляют, у них прыжок фреймовый. Все, это основная суть. То есть ты переставляешь нормально, я не говорю, что ты медленно что-то плохо делаешь, но ты переставляешь во время полета. Ты в это время, ты везде, на каждом прыжке у тебя, можно еще по упсов 5-15, наверное, дожать, а то и больше. Представляешь, сколько это на фоне 40 секунд? Представляешь, насколько это много скорости плюсом? И насколько это лучше чеки, насколько лучше тайм вообще можно сделать? В общем-то 45-4. Монстрик. Давай, Лунтик, старайся лучше, я не знаю. Ну, я стараюсь конкретно прямо то, что вижу, говорить. А если что кому не нравится, пишем отдых в чат. Я что-то задумался и, честно говоря, до вот этого момента пропустил весь ран. Ой, заскинул. Ой, здесь очень много скорости. Без прыжка слетел и здесь. Здесь очень много потерял, конечно, на последнем повороте. Вот монстрик себя как-то неуверенно чувствует со своей сенсой, что ли, получается. Попробуй что-то изменить, потому что ты достаточно опытный ведь. И тебе, я думаю, важно именно четко, 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 ну, четко делать моменты. И вот ты, особенно в последнем прыжке я заметил, ты прямо не довел до худа, и тебе пришлось доводить потом. Ты на этом очень много потерял. Попробуй. Либо как-то, может быть, побольше прямо потренироваться на стрейфе, либо попробовать изменить сенс в какую-то сторону. Может быть, тебе это поможет. Не знаю. Сарк 4.6, нюк. Нюк. Карта СКС. Днюк. Сервер no name. Очень жаль. Так, здесь у нас холл. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Через бортик срезал. Как хорошо. Волстрейфом здесь продолжил. Отлично. Но та же проблема, по идее. Типа... Понятно, что менять вот этот сторону стрейфа во время прыжка это чисто ситуативная вещь. Но у нюка вот, допустим, достаточно четко это все получается. Понятно, что где-то ты в любом случае, особенно в ИК-3, да, будешь менять сторону стрейфа до приземления. Но в целом, вот акцентируй, вот лунтик, смотри, он даже халфбитом. И да, халфбит это очень полезная вещь, и вам не надо крутить мышкой туда-сюда. Просто на одном месте практически мышкой держат, и все у вас хорошо. Икарус, на секунду еще быстрее. Так, мол, стрейфом срезал ли через бортик? Нет, через бортик не срезал. Просто поворачивал. Ой-ой-ой, как повернул жестко. Вот, видишь, лунтик, смотри. Он там пару прыжков сделал вот именно как надо. Ой-ой-ой, еле завернул. Ой, как завернул. У Икарус, баним его, ребят. Что творит, вообще? Гранд фрейм. Ааа, немножко не долетел. Ааа. Ну, очень четко. Там надо, мне кажется, в этом месте надо на максимум стрейфить, ударяться в стену, и потом стрейфить уже на поворот, потому что ты какая... Тебе быстрее оттолкнуться от стены уже со скоростью и лететь дальше, чем ты, грубо говоря, остановишься, сделаешь церкл и повернешь. Мне кажется, так. Я не знаю, посмотрим, какие-то на самом деле. 43.6, Закин. В онлайне, чувак, играл 240 минут, но это абсолютно ничего не значит, потому что в онлайне, как бы, такое, там, сервер сутками стоит с картой, особенно варкаповской. Да, входит в повороты хорошо, по стрейфу тоже особо так ничего не сказать, сразу сюда залетел, здесь скорости побольше в итоге. Ну, местами, да, как бы местами. У Икаруса, конечно, почетче все это выглядело, но Заквин местами очень... Как сказать-то? Местами провально было, типа, стрейфил не очень хорошо, не очень качественно, а местами у него получилось лучше. За счет этого у него с Икарусом такой разрыв маленький. На самом деле, мне кажется, Закин должен был 44 где-то поставить, ну, типа, если бы он в некоторых моментах не поднажал. 43.3, Кианекс. Кстати говоря, Закин это уже... А, нет, 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 Кианекс, топ-3, Кианекс! Так, 43.3, топ-3, пострадавляем тебя, Кианекс, красава! Пасавчик, топ-3, просто андеты вперед! Поехали. Так, так же был стрейфом, будет ли через перила, да, обязательно через перила здесь повернул, и здесь войку... Вот это стрейф, вот это стрейф, ребята, вот. Вы спросите, где стрейф, я скажу, вот, вот эту демку, смотрите, вот он стрейф. И какой граундфрейм четкий на рапе, чтобы здесь... Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Здесь тоже делал серку Мне кажется, что нужно там в максимум просто Строфить, ничего не бояться Ударяться в стену и поворачивать Ну посмотрим 41.5 кет На целых полторы секундочки оторвался от Кианекса Но все равно Кианекс Ты прямо В нашем сердечке как лучший страйпер мира Также через перила Очень классный граунд фрейм Здесь конечно Начинается чисто микромеханика Микроконтроль Здесь тоже да, граунд фрейм Он врезался здесь об стену Почти заскимил Ну да, на микроконтроле просто На опыте грубо говоря тащат пацаны То есть набор скорости может быть Кианекса и лучше Но у кета настолько хорошо Оооо, вот он Нет, нет, не в стену Может быть и так быстро Окей, может я ошибаюсь Я же не эксперт какой-то Я же не этот самый Капец 48. Непонятно кто Непонятно откуда Перебил кета на 700 Давайте посмотрим А, это анг Ок На миксе Стрейф Ребята Надеюсь у вас поставлены Прививки от Доунизма И вы не вотали Стрейф на миксе Очень хорошо пролетел Но здесь он, мне кажется, потерял больше Надо там более плавно На этом повороте Потому что В итоге очень много Скорости делаешь Очень хорошо Ну анг тупо тащит Как за, что тут скажешь Анг тупо тащит Ну да, да Можно быть и быстрее Вот так Как анг Кокетка Пенес 48 Получается 41 сека А, подожди Не этот Шудебраун Подожди-ка Это не анг Это этот Хейдес Да и боксинг Собственно Окей, переходим К ЦПМ ЦПМ Очень дохренать Дэмок Давайте посмотрим АИВВ 73 Понятно Кто это Подождите Я посмотрю Сразу На сайте Кто это у нас Так, это Россия Окей Уже Уже хорошо Россия 41 дэмко ЦПМ Охуеть 48.9 АИВ 73 Поехали Пиджам Нет Не прижам Ой 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 Ну смотри Он нормально В худи держится Типа понятно Что Лох не умеет Стрейпить Да ебать Смотрите Как он в худи Держится Четко Вот он Будущий Сликер Просто Рождается На наших глазах Ребят Я вам отвечаю Плюс 28 секунд Ребят Ну Если Это не топ Тайм То что Тогда Топ Тайм Здесь К сожалению Очень много Потерял Мог Зацепиться Там Если Ты Смотришь Этот Обзор Я Тебе Очень Советую Посмотреть Туториалы Прямо Проконспектировать Посмотри На Лунтика Вот он Проконспектировал Все Туториалы 34 Раза Я Лично Посчитал Просто Плюс Минуту От Меня Сделал Not Sure Ок Not Sure Ну Ладно В общем Посмотри Туториалы В целом Ты Как бы Достаточно Хорошо Вроде бы Ориентируешься В худе Держишься Хорошо Так что Как бы Сказать Особо Нечем Вовка Лак Поехали Вот этот Молодой Человек Уже Умеет Страфить Видно Сразу Сенс Не особо Высокий Поворачивает Хорошо Ой Чуть не Врезался Пас Напас Здесь Даже Даже Скорость В трубе Набрал Неплохо 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 Вовка Лак Нормально Нормально Я думаю Что Попрактиковаться Типа И вообще Ок Будет Понятно Что Ну что Новичкам Я не знаю Что Новичкам Говорить Стараться Лучше Тренироваться У вас Еще Не сформированы Непривычки Ничего Вы просто Стрейфите Как умеете Это Типа К этому Нечего Сказать Честно Я не могу Ничего Сказать Ней Вот Аев 73 Я могу Сказать Что Посмотри Туториалы И Что Новое Для себя Узнай И пробуй Стрейфить Лучше Вовка Лак Ну что Я скажу Ну игра Еще Больше Стрейф Он попадает Нормально По худу Нормально Поворачивает Сенс Вроде Как Удобный Для него Ничего Такого Не Произошло Нигде Даже Там Ты Избежал Столкновения Не знаю Все нормально У него Блокис Из Hero Бэм Горло Сохнет Вообще Ужас Так Блокис Надеюсь Ты трезво Играл Так Неплохо Ой Нормально Нормально Идет Нормально Идет Так Повернул Хорошо И здесь Хорошо Повернул Ничего Оси Ты поворачиваешь Блокис Ты сам Видим Как ты Поворачиваешь Правда Ой Прыжок Видимо Очень поздно Нажал После Приземления И поэтому Очень мало Скорости Срампы Получил Но В целом Тем не менее Тем не менее Прошел До конца Блокис Укр Харьков Просто Харьков Разрывает Сенат Плюс 800 Ну Блокис Что я тебе Могу сказать Привет Так Сенат Это у нас Грубо говоря Новичок Давайте Посмотрим Он попадает Слушай Попадает В ход Хорошо Попадает В ход Хорошо Понятно Что он Еще Медленно Грубо говоря Переводит По зонам Но Это как бы Наживное Не по зону Точнее По ходу По цигазу Зеленые полосочки Да Нормально Очень хорошо Ну стараться нам Лучше Побольше опыта Набраться Изи будет Просто Изи ВРчики Будет Ставить Потому что Ну Все нормально У него Да Я не заметил Чего-то такого Понятно Что нужно Больше тренироваться Чтобы Там Похуду Быстрее Попадать Переводиться С зоны В зону И так далее В общем-то Вилка Булка Билка Билка Булка Вулка Может у него Там Н Не дописано Он Вулком Какой-нибудь Тем не менее На 200 Перебил Ой-ой-ой Чуть не упал Позже Вот медленно Переводит Но Лучше Медленно Вот А Вот да Что я хотел сказать Сенату Лучше Медленно Как бы В поддержку Лучше Медленно Вот так Вот Попадать Чем Пытаться Делать Все Быстро Как Типа Про Игроки И Не попадать Лучше Медленно 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 Это как Игра на гитаре Вначале Делаем Медленно Все Потом Ускоряем Вот и все Вот и все Изи Изи Плюс 200 От Сената Все 34.3 Тукач Плюс Соточку Заметель Да У нас Очень много Игроков В таком Достаточно Лоу Сегменте Которые Играют Совсем Недавно Это На самом деле Радует Тукач Игроков 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 Игрок 39 Аксесс Из Турции Турции Турки Не знаю Я не знаю У нас все Аксесс Я попробую Скажем что-то Игроков И я надеюсь что вы понимаете Игроков 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 Подмастер РТ 44 И Игроков 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 Амплитуд Лево Рево Сад Знаешь? Я надеюсь Вы понимаете Ой Я пропустил Окей Риммэч 33 960 Очень Очень Плотненько Я даже Тапочки Потому что Накаляется Обстановочка Подходим Все ближе к лунтику Лунтик У нас Как говорится Парень горячий Так Очень хорошо Поворачивает Здесь Блю Сотка Первый человек Просто невероятно Просто делает Так 1300 на рампе Здесь Нормально Нормально Поворачивает К сожалению Зацепил Но ничего страшного Нормально 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 Хорошо Хорошо Прошел Красавчик Оооо Че там Я заблудился Заблудился А вот 33 пошли Да Потом Тут 32 О, дерол На сотку быстрее 40 демок Вы че Блин Ребята Огститесь Раз Такое Было Вообще В последний раз Поворачивает Кнопки Вперед Что Не Есть Хорошо Ой Ой Завертело Закрутило Да В общем Можешь тоже глянуть пару туториалов Ну наверное вы смотрите эти туториалы Может быть и не смотрят Может вы их смотрели Типа я такой Посмотри туториалы А ты А я смотрел Бля посмотри еще раз Потому что ты не поворачиваешь Боковыми стрейфами Ты понимаешь Тебе нужно Нужно поворачивать боковыми Потому что на таких поворотах Особенно на таких поворотах Ты Теряешь очень много скорости Из-за того что не используешь Боковые стрейфы Потому что с поворотами С поворотом Боковыми стрейфами Ты набираешь больше скорости Ты можешь набирать скорость Ты можешь более плавно Входить в поворот Все Хатхантер На фрейм тебя перебил Который Вот он Вот он набрал скорость Боковыми стрейфами Поэтому тебя перебил Учти Ой Ой 30 секунд Севертайм Я тебе не доверяю Я тебе не доверяю Смотри Боковым Смотри набирает Смотри как Скорость растет как на дрожжах Просто Как пузо от пива Просто смотри Изи Очень хорошо проходит Здесь кнопка вперед Да Чтобы перестать в зону Все хорошо Вот А здесь к боковым Да Все Все Вот Вот 33 на этом вилянии к сожалению надо было постараться чуть лучше кстати кианекс я купил тут на днях табаско до 2 вида короче типа копченый соус и обычный они такие табаско вообще норм посоветую если чё напиши мне в личку кита соуса еще знаешь какие-то классные что прям острые такие очень хорошо прошел на 33 3 геймрок я перебил на 500 на эту муки алекс как бы он не делал акцент на цпм потому что он в основном гудрюшник зачем делать упор на цпм просто для себя отправить поиграть это очень даже правильно но делать пока что ну типа в такой ситуации когда ты его можно конечно но суть в том что еще и временно это очень много надо тратить кианекс человек у нас взрослый в горшок уже ходит сам так что ну такое а геймрок что мы видим по геймроку но кстати я пока говорил я реально смотрю и нормально как-то очень мало я тебе говорил по моему уже очень мало ты держишься именно в ходе в этой зеленой полосочки тебе нужно каждый прыжок максимум просто все соки из него как тряпку выжимать из этой зоны всю скорость прямо вот джами до последнего вот мы посмотрим на хейста допустим а вот это хейст по-моему я не вот есть мы посмотрим на хейста и ты увидишь даже не ухиста я не покажу если что покажу нюк на сотку тебя берем перебил тебя на сотку смотри смотри перебил куда пошел смотри сиди здесь вот молодец Ну, местами очень долго жмет прыжок. И из-за того, что долго пытается попасть в худ, в итоге в него как бы не попадает и попадает там, типа, очень дерганно, как-то, ну, так, срывом, типа, попадает и в него получается, что часть прыжка у него скорость не растет или растет на, там, копейки. Я не знаю, ну, надо пады, в общем, пады. Вот такие вот моменты, они отрабатываются падами. Просто играем пады. Я в свое время, вот, вот, типа, это понятно, что звучит? О, в наше время! Да не в наше время, я вам говорю всем. Пады, это очень важно. Понятно, что это скучная, непонятная, типа, абсолютно никому не нужная хуйня. Но, посмотрите на любого, там, задрота падов, которые более-менее в топ-10 на самых популярных пад-картах находятся. Они топовые стрейферы все. Потому что пады, это стрейф по прямой. А пока у тебя прямая, ты должен набирать максимум, ты должен максимум на любой прямой выжимать. Дыхайте, поехали. Вот здесь. Играйте пады, ребята. Пады, это очень важно. У нас есть там, по-моему... Я не знаю, ну, зайдите как-нибудь на стрим, спросите карты с падами, я вам скажу. Так, очень хороший серкл, 570. Здесь тоже очень такая неплохая траектория. Плюс трисса от меня. Ну, ну что? Ну, кто, если вот не дохаки, будет меня перебивать через 8 лет? Ну что? Ну, посмотрите просто. Очень хорошо, очень хорошо поворачиваешь. Класс. Очень классно. Даже несмотря на такой сенс высокий, очень хорошо. В общем, да. Если тебе с таким сенсом удобно, если тебе все комфортно, ничего тебя не беспокоит, я тебе также прямо рекомендую поиграть пады и акцентирую внимание на нажатии прыжка. Чем дольше ты жмешь прыжок, тем медленнее набирается твоя скорость. Учти это. Тот же самый тайм у барина. И они, кстати, опять вместе. Мы с Тамарой, говорит, ходим парой. Они в ИК-3 вместе были и тут вместе. Представляете, какие дела? Точно такой же стрейк. Ну, типа, серкл, бейс. Роу, другой. Сенс сразу верну другой. Ой, как завернул. Очень, очень качественно завернул. Молодец. Очень хорошо. Он бьет. А здесь боковыми. Пасал. Правда, очень много там потерял, потом много. Не суть, не суть. Точно так же. Играем, пады, ребята. Играем, пады. Стараемся лучше. 30. 2, 918. 928. 928. 928. 32. 984. 928. Я запутался. Монстрик. 32. 32. 984. Где обзор? Где обзор? Сами смотрите свои демки. 40 человек, блин. Я пытаюсь конструктивно. Я не ругаюсь, если что. Монстрик тоже молодец, кстати. Он решил. У них, может быть, с Кианексом какой-то батл был. Типа, давай мы в ИК-3, конечно, постараемся. Но, типа, в ЦПМ. Го, кто кого в ЦПМ. Вот это. Вот в ИК-3 понятно, что там Кианекс, рулиц, вот это все. Но от ЦПМ монстрик говорит. Блядь, я сделаю. Говорит, Кианекс. Я тебя просто... Я тебе как... Ух, я тебя. Да, и так и получилось. Очень хороший стрейк. Перебилки Аnexa. На 700 получается. Да, неплохо. Так, 32. 928. Утопку. Утопку перебил монстрика. Просто изи. Просто взял и перебил. Еще по-такую музыку. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Утопка такая. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. И в голове плазно-джамп тот самый такой. Ой, что-то подлагал. Ой, и я надеюсь, ты не у меня. Это не у меня, ребят. Так я проверю записи. Запись идет. 40 минут. 40 минут записи идет. Все хорошо, ребят. Ну, что-то прям лагает. Я не знаю. да неплохо но кнопка прыжок кнопка прыжок здесь основной фактор кнопка прыжок так 32 928 32 сколько вас хухала 32 5 до 32 и 0 потом и запомнили ухала 35 25 давай братан ты извини если что там прошлый варкап или какой он там был то что там рандом но вот это все ну правила правила такие мы ничего не можем сделать my life offline рулис . это молодец да ты это понятно что там на эмоциях и все такое но правда мне самому очень неприятно говорить людям что бля и сорян мы тут у тебя демку не приняли и того ты сделал три опса плюсом болят эти дала фрейм сорян тебя я все понимаю но такие права можем не можем сказать что мы же можем оправдывать демки допустим которые сделали с рж скриптом но очень неплохо ты надо надо опять же опять же надо на падах отрабатывать вот эту амплитуду влево вправо именно чувствовать хорошо на какой скорости насколько двигать мышь это очень важно и и когда вы начнете этот момент чувствовать вы начнете попадать сразу хорошо в худ ухухала кстати очень хорошо это получалось ну вы сразу почувствуете мощь всю мощь вообще свою сразу все демки свои все реки свои перебьете старая я вам я в отличие 132 и 4 нерман из голландии нерметный нерман нерман сырив despertine 10 минут они Gandestine а не доверяетеобы о не доверяем а плюс 200 все шо ну вот один titanium неплохо достатьfold тем виде 1400 норму и здесь повернет сейчас нам надо нет передал давно 150 нормальный зашел нормально 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 number хорош я зацепил krót как Так, а надо было поднабрать скорости А знаешь, почему ты зацепил? Потому что 10 минут играл 10 минут я тоже, знаешь, 32,4 сделал Но неплохо, нормально, нормально Слушайте, нормально в целом Очень хорошо застрейфил Эфиоп на фрейм быстрее оказался Оказался на фрейм быстрее, Эфиоп Эфиоп, кстати, очень жизнерадостный Но он не Эфиоп, поэтому это не про него Видите, это уже основной момент То, что он долго переводит С худу в худ Со стороны в сторону Нету четкости А чтобы эта четкость была, нужно играть пады Даже если вы Все будете Я не говорю вам, сидите и сутками задрачиваете пады Я не это говорю Я говорю просто поигрывайте Я вот сейчас уточняю специально для тех, кто подумает Что, о, бля, пады И такой забивает на все и идет пады играть Нет, не надо так делать Понятно, что обычный стрейф тоже важно играть, как и все остальное Но, типа пады, хотя бы там, не знаю, раз в денек зайти Допустим, вот варкап стрейт, да? Вы хотите демку нормальную отправить Зайдите вы перед этим стрейфом на пады Хотя бы полчасика там попрыгаете На этом стрейфе На этих падах каких-то Попрыгали, что-то как-то, ну, руку разогрели Старайтесь быстро переводить четко и так далее Ну и туториал по оттягиванию от центра зон Это все Оттягивание худо Поехали, как еще прокипал Плюс 40 Я уже устал Я устал Устал Давай прокипоп Повесели меня, а то я устал Я тебя кикнул из клана Кнопка вперед повернул, неплохо Набрал Набирает скорость тоже хорошо 1300 Здесь Повернул Тоже хорошо, почти не потерял скорости Там на прямой, конечно, можно было бы еще поднабрать скорости Но так случилось, что С траекторией не очень прокипопу повезло Поэтому он не набирал уже, а просто вилял Ну и вот он, результат, да? Неплохо, хорошо пошел 32-4 Ауэй, деку Деку, хватит бухать На моем конфиге, красавчик Просто красавчик Так Еще 200 повернул Здесь пытался набирать, конечно, но не получилось из-за того, что не может оттягивать худ И в целом вот Как-то Очень долго, во-первых, жмешь прыжок Очень долго А во-вторых Не знаю Посмотри про снаб Посмотри видосы про снаб Про то, где и как оттягивать худ Чтобы набирать скорость постоянно У тебя, потому что он на той прямой, где Перед тем, как вентиляцию падать Ты там попадал, у тебя из траектории все было хорошо Если бы ты попадался с оттягиванием, у тебя бы дизостат был гораздо лучше А ты не попал, потому что не знаешь, либо не умеешь Поэтому Посмотри Посмотри, братан Лицевая 4 А что там какой? Лицевая 0 Окей Лицевая 4 RGRL Rocket Jump Rocket Launcher Поехали Вот, 53 минуты человек играл Вот тебе я доверяю Вот RGRL Плюс 300 Сразу видно Человек матерый Все, все знает Всю карту, но здесь выучил Каждый пиксель, летчик Каждую ступенечку Все у него хорошо 1200 поворот Здесь не потеряешь Еще красавник потерял Очень, очень много потерял Ничего страшного Ничего страшного Ты 50 минут мучился Чтобы этот трюляк выжать Вот это, вот это я понимаю На повороте тоже потерял Слишком, ну, дернул Это, конечно, не есть хорошо В целом, стрейф очень даже хороший Лунтик Добрались мы до лунтика 32,2 Почему так плохо Лунтик Старайся лучше Лунтик Я понимаю, ребята Если что, то Что вы, типа, каждый Ну, может быть, не каждый Но кто-то хочет Допустим Чтобы я тоже какой-то Такой большой Развернутый комментарий Оставил И По поводу вашего, там, стрейфа Но я этого, допустим, не сделал Потому что я устаю Я не могу каждому Развернуто отвечать Потому что, в основном Проблемы одни и те же Вы просто слушайте других Тоже Ну, про других Это относится Ко всем Скиллам Мне тоже Пады поиграть Очень полезно будет Я давно не играл Пады Ну, неплохо Неплохо Ну, блин Ну, я расстроен Ну, Лунтик даже ГБ не сделал нигде Ну, че, как это, блин Честого, хардкор 32 и 1 Поэтому, ребят Реально, если что Извиняйте Я не знаю Если вы хотите Какой-то персональный Прямо комментарий Лучше не ждите обзора Лучше не скиньте мне Допустим, демок Там парочку, да Если вы стрейф хотите узнать Что-то Или что-то Там, рокер, плазм Я вам так Я посмотрю Быстренько демки И так вам скажу Если у меня есть время Очень хорошо повернул Просто Просто реально Куда повернул 1280 Сохранил Ой, здесь срезался Ай-яй-яй-яй И здесь всю скорость потерял То есть он Набрал там Мне кажется Около Полусеки От остальных Но потом Все потерял Из-за этой трубы В общем-то Если что Присылайте демки Я вам Просто так скажу И все 32 и 0 Скайли Я надеюсь Никого не упущу Реально Демок много Очень легко Запутаться Поэтому Если что Извиняйте Тоже повернул Очень хорошо Как победит вентиляция Намного лучше Попал вентиляция Красавчик Просто Молодец 32 и 0 Красавчик Рано я посмотрел А нет Не рано Нормально Все Стрелялись По 32 31 и 5 Лолипопа Трениус 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 Так ЦФГ Вуди Босс Да Четвертая неделя ДФКОМС А зачем ты Такие ники Ставишь И какую-то Статистику Для себя Собираешь Очень хорошо Повернул Тоже Под конец Потерял Но это Ничего страшного Не поднабрал Но здесь Очень хорошо Залетел вентиляцию Повернул Тоже хорошо Ну и вот Напрямой Вот опять же Вот Вот это Самая проблема Недовод До худа Недовод Мэн Считай Супергерой Дефрага Вот он Недовод Мэн И вот он Вот этот Недовод Мэн Оооо С кого-то Будем обсирать Через 500 Ой-ой-ой-ой Зубер Звучия Привет Я так рад тебя видеть Сразу настроение Появилось Ааа Круто Короче Лолипоп Лолипопа Поиграй Падай Падай Поиграй И все нормально У тебя останется С трейфом Прямо отработай Вот эту амплитуду Влево Право Влево Право Чтобы ты попадал Похуту Нормально Так 31.5 Это было А вот и добрались Мы до Зуперзучита Ха-ха Добрался Я до тебя Сейчас У тебя Ну-ка Сейчас Похуй Сосим Ну-ка Так Давай Что-то там Научился Ну-ка Ага Серкл Говно 560 Ну ты реально Серкл Ты видел Свой Серкл Ты слишком Его сделал Влево Во-первых Ты очень мало В воздухе Набрал скорость И очень мало На полу Набрал скорость А в остальном Набрал Очень хорошо 1300 И здесь конечно Очень много Потерял Но Это как бы Расскажем Излишек Да Здесь очень хорошо Вентиляцию залетел Очень рано Был прыжок Тысяча На повороте Очень классно Здесь 1100 Почти максимум Хотел вообще Выжить из поворота И здесь Очень классно Повернул И как бы Я не хотел тебя Похуй сосить Кроме сорта Здесь Не к чему Как бы докопаться Реально Очень хорошо Прострейфил Прямо красавчик Ну мне нравится Ты в офлайне Поигрываешь же Да Типа ты не совсем Бросаешь Типа от варкапа До варкапа А ты поигрываешь же Что там рядом На стримах Тебя не видно Так скучно Без тебя Так ладно Че там 31.0 31.05 А вот Вот мы Все Вот эти Смотрим Линки Линки From Denmark Hello Hello My friend Good circle Jump Какой поворот по-английски Как там поворот? Затекай ща 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 Гоп стоп считай поворот Что там? Поворот Тур society 've live Mac 1003 UPS So you actually have Very good feels about your strafe But you need More pressing In one In one In one side I mean when you look When you Strafeing left You need strafeing left Before jump And strafeing right before jump You need just Pressing all zones Like maximum I don't I hope I hope you can understand me So You have really good strafe But your problem just You don't Pressing all zones You just Have Maybe 70% Of your UPS In In strafe You know Just playing pets Some pets You need training At pets And You will Understand After What I mean I hope Kibish Высок Да затупил Ну бля Чё Linky You are the best Don't worry Kibish Very good Circle 580 Очень Хороший Stray Потерял Конечно К сожалению Скорость Но У Линки Он 1300 повернул Это просто нереально Здесь тоже все хорошо Блин кипишь Верни динозавра Так скучно смотреть Когда ты не динозавр Я конечно буду говорить Что Ооо динозавр опять не слышно Не пизды Ну ты играй динозавром Нормально Нормально Хорошо Хорошо Миново Приветики Так Хорош Circle Очень хорошо Повернул 1300 Повернул Шут Вот красава Вообще И здесь все хорошо 1100 На повороте Да Пришлось немножко потерять Иначе бы Ну боялся врезаться в лампу На самом деле Если бы хорошо поворачивал просто То не врезался бы Но Очень Очень хорошо Шарлон Йо-йо, мой друг Я вспомнил Нашу идею Но Извините Я не Немного времени И Я не знаю Это сложно Окей Хорошая амплитудия Когда ты движешь Когда ты Делаешь Сайты Сайты Окей Сайты И Все Взвучит Кварти тысяч Кварти тысяч Кварти тысяч Но все У вас хорошая страсть И у вас же Проблема как линьки Тренинг 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 Поosta Тренинг Нет 35 Так 35 35 так и 35 В чём то здесь Мне кажется он Упил Свой тайм З Mango Я туда не зайду Твою тебя делаю Какая Ах Так, очень хорошо, очень хорошо Рыжок поспавил, ничего страшного Повернул очень хорошо, почти 1300 И здесь в трубе тоже очень хорошо Я увидел, я увидел твою проблему Я пытался ее найти, я увидел Я увидел тебе изъян, take five Я знаю в чем твоя проблема, брат Брат, уезжай из России, брат, быстрее Ну, короче, тебе нужно прыжок сжать более кратко В этом основная твоя проблема Если ты нажмешь прыжок, нажимать именно в момент приземления То есть не держать его так долго Пытаться нажимать его более кратковременно То твой стрейф станет намного лучше Так, здесь у нас 29,2 будет потом, окей Сити! Йо-йо, сити, мэн! Мээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ ааааа Individual круто, круто, круто я не знаю, это все ок город, ты кроссава ты просто кроссава я знаю я знаю это было очень хорошо спасибо за просмотр ВИЖ почти ВИЗ из ПОЛАНД царская барабанка ПОЛАНД привет, если ты слушаешь я попробую говорить в английском для тебя я не видел тебя но ты выглядишь очень опытный игрок и 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 нив и и за и толком даже ну но в целом да короче очень классно застрейкнул единственно вот тот поворот если бы не тот поворот то было бы прямо щеки котя никто он не имеет минус 1 рейтинга тебе сука это я подпад под этого все чтоб те минус 1 рейтинга заебал так за кен чё это какое место тут же 4 шторм кстати говоря треть за кем чуть-чуть не нажал только три ничего страшного очень вовремя срулил свал стрейфа молодец стрейф хороший зоны худ оттягивает 1400 здесь будет с ким нет с кима не будет теряет сотку там по спейсингу не особо подходила очень хорошо врезался и здесь должен был бы да очень хорошо 1000 набрал до вылета из трубы и почти на 2200 повернул ну да да все круто ты круто местная тоже воды поиграть и бы стать еще лучше всего шторм 287 у нас всего топ все три человека эти топ 3 в двадцати восьми секундах 1400 зоски милый не потерял ёбаный в рот 1500 пиздарики 1200 но вот здесь на повороте очень много потерял потому что поздно начал поворачивать это было прямо видно а так очень классно застрейфил очень так и 383 это по моему у нас анг или хейдес кто там хейдес наверно да да бушидо это хейдес опять поджелоп тоже вал стрейфом ну понятно откуда заклина ров еще такой комментарий ебать я сам нашел бля да ну самый сам ну красаву но если у вас одинаковый ровно что я могу подумать так 1600 почти здесь очень много здесь по и 1050 на валите это просто ну вот вот они и начал поворачивать рано там еще в конце типа с большой скоростью такая заковырка что типа вот этот момент когда он начал вилять перед этим поворотом это очень важный момент потому что если не начнешь вилять чё там фрейм до хейста есть еще берем ну что если ты не появляешь типа ты не повернешь ножки нужно траекторию выровнять 28 2 топ-1 топ-1 до штурм поздравлять я стоп-3 красава молодец что отправил демку что 12 серкал издаритесь тыс 3 топора третий прыжок нормально все у меня типа вот-вот видите он каждый прыжок максимум выжимает просто ебать повернул вот-вот и лялька и он ранее а он просто он повернул короче получше и вот это вот сотка грубо говоря у него на этом повороте в основном и осталось нормально нормально такие вот были демки давайте перейдем перейдем в бровзер наш любименький кстати вот есть чё он отправлял что-то до отправлял ну стрейф вот как мы видим в основном гулял все первые места и на козами не 3 отправлял и все хорошо ну в общем то что на это из кореи вообще чувак там все вроде бы а это вообще кореи это вообще япония деку давай завязывая с 19 урок как тебе надо мус 3 у хухала ну арма братан сэрян ну и здесь у нас Жизнь заморских лет Да, ну все Все хорошо, всем спасибо за участие Приходите на стримы Сейчас я спидраню Quake 3 Arena, кто не знает На данный момент топ 12 Мира по спидрану Этой игры в сложности I can win, самой легкой Мы стараемся лучше Каждые последние стримы Каждый стрим мы прямо спидраним В общем-то, все, ребят Всем спасибо, всем удачи Всем стараться лучше Не забывать, и пока